Вы прочитали название, и это так. Народ, всем привет, с вами Велсаком. Apple как будто потеряла связь с реальностью, потому что 18 октября показали iPad 10-го поколения, у меня iPad Pro, две версии на процессоре M.2 и две версии Apple TV 4K обновленную. И я смотрю на эти пресс-релизы, и волосы шевелятся у меня вообще на всех местах, потому что что это за хуйня, Apple? Вы как так вообще умудрились сделать? Сейчас обо всем по порядку. Но я вот смотрю этот видос анонсирующий, они говорят, смотри, iPad Pro фантастический, там и поставлю на процессор M.2, такой же, как в твоем макбуке. И ты можешь на нем монтировать в DaVinci Resolve. И у меня только одна мысль, вы че, угораете? Меня берете сюда, надо меня сюда брать. Это вы кого вызвали? Вы че, угораете? Дурку поедете. Какую дурку? Какую дурку? Вы че, угораете, стулья? Куда вы меня? Бери. И вы знаете, если с, допустим, там, айфонами это был уже наметившийся тренд, то то, что они сейчас делают с iPad'ами, уже воспринимается как опасность. Загорается красная тревога, потому что Apple творит хуйня. И я, как человек, который 10 лет своей жизни посвятил, в том числе рассказывая вам о том, что там происходит в мире Купертино, меня это реально гнетет и пугает. Ну, обо всем по порядку, заварить че-нибудь вкусненького, поесть, попить. Начинаем. Поехали. Это iPad Air четвертого поколения, который выходил в 2020 году в свежем дизайне, а-ля Pro, но только нету Face ID, здесь Touch ID в кнопке питания, при этом вот такой же прикольный симметричный дизайн, нравится, кайф. И, конечно, встал вопрос, когда обновят iPad mini, потому что прям было больно, iPad mini пятого поколения, к тому моменту не обновлялся, хрен его тучу лет, и базовый iPad, но он как будто с кнопкой, хрен бы с ним. И вот Apple, нам такая, смотри, mini 6 красивый, на, хорошо. А в этом году дошли до того, что и базовый iPad, он 10-го поколения, при этом это не 10-й iPad, там еще хрен, пойди разбери. Теперь в таком же дизайне. Более того, я вообще охерел, iPad 10-го поколения, который нам представили вчера, это iPad Air 4. Только чуточку хуже. В чем конкретно? Такой же процессор, такой же экран, только. Там у вас есть воздушная прослойка, то есть если здесь экран как будто он у тебя прям вот перед глазами, и прям вот стекло вау, то там он будет утоплен непосредственно в корпус. Выглядит это как будто девайсы с 2015-го. То есть немножко такой, блин. И это искусственно, сука, сделано. Нету вообще ни одной причины вот так вот коряво все это удешевлять. Это специально, чтобы тебе вот нужно было продать дешевый iPad. Ну и самое, блядь, ебанное, это поддержка Apple Pencil первого, блядь, поколения. Первого поколения. Вот этот всратый круглый Apple Pencil. Но знаете, что самое уникально охерительное? У Apple до этого не было продукта с USB-C и поддержкой Apple Pencil первого поколения. Потому что все адекватные iPad'ы новые с USB-C, а новый iPad 10-го поколения с USB-C, они все уже поддерживали Pencil второго поколения, который красиво магнитно заряжается. Так вот они сделали, сука, переходник с Lightning'а на Pencil'е, на USB-C, чтобы ты это все подключал к iPad'у и мог его, блядь, зарядить. Стоит он еще дополнительные 9 долларов, блядь. Но это, вот знаешь, это уже какой-то мелочность, какая-то граничащая с шизофренией. То есть тебе нужно прям вот искусственно эти продукты разнести. Блядь, да продавайте iPad четвертого поколения. В рот чих пых этот 10 iPad. Он, блядь, нужен с такими костылями, с такими беспонтовыми абсолютно вот приколами. При этом я не могу сказать, что они прям совсем сошли с ума и сделали плохо. Нет, они взяли вот эту вот фронталочку. И знаете, что сделали? Перенесли ее вот сюда, на длинную грань. Теперь, когда ты подключаешь это все в режиме зум-конференции, ты не сбоку, как дебил, выглядишь, а сверху, как дебил, только в другом виде. И это замечательно. Более того, они подумали и сделали тебе, что правильно, новую клавиатуру-фолио, которая отстегивается. И ты такой, вааа, вообще кайф, отстегивается. Но при этом у нее хреновая фиксация, как у серфейсов, немножко корявая, но тем не менее. И ты думаешь, ваа, круто, но, но, 240 долларов стоит эта клавиатура дополнительно. 240. Сам iPad, он хоть и базовый, но он все равно стоит 400 с хреном долларов. Ты это все складываешь, и получается еще полшага, и вот тебе MacBook, понимаешь? MacBook, на котором не надо никакие костыли придумывать. Да, ты не можешь в него пенселом тыкать, так и хрен бы с ним. Ну, то есть, на самом деле, базовый iPad, он всегда был прекрасен тем, что он был откровенно дешевым. То есть, сегодня вы можете взять прошлогоднее поколение где-то за 25 тысяч рублей. И простым, и от него никто ничего не просил. А здесь они как бы такие с барского плеча на, но при этом мы его вот в основных местах всрали. Потому что iPad, что мне от него надо? Экран. Я смотрю на нем контент. А в базовом iPad экран, ну, он неплохой, нужно понимать. Но вот специально искусственно удешевленный. Но при этом тебе дали стереодинамики, чтобы ты кайфовал. И ты такой, о, стереодинамики нравятся, хорошо. А процессор такой же, как и здесь. И ты такой, блин, ну как? Мне очень больно. Ну, то есть, iPad mini вот с шестого поколения, да, к нему там докопались, что в режиме горизонтального просмотра, при прокрутке, там, желейный эффект. Я пользуюсь iPad mini 6. Очень нравится, классный. Вот прям у него своя ниша, свои фанаты. Нравится маленький iPad, кайф. И уникальный, по сути, девайс. Вот он многие вопросы закрывает. А iPad базовый. Люди покупают, знаешь, вот много-много лет назад купили. И сейчас будут апгрейдиться, потому что тот уже, я не знаю, там, дети сели на него своей задницей, разбился экран, еще какие-то произошли страшные приключения. Чинить уже невыгодно, есть смысл купить. Вот же такое обновление iPad. И в этом смысле мы с вами это проходили в ролике про месяц эксплуатации iPad 14 Pro Max. Люди, которые будут покупать iPad 10 после, там, 5-6 лет пользования базовым iPad'ом, или даже каким-нибудь предыдущим Air'ом, они кайфанут, потому что новый дизайн, все вполне себе. Но как продукт вообще, вот это вот, блядь, взять двухлетней давности свой продукт, чуть его ухудшить и выдать за новый. И это все преподносится словами amazing, новый, мы там опять переосмыслили. Они говорят, мы переосмыслили базовый iPad. Чем, блядь? Взяли двухлетний iPad и заказали, что это iPad 10-го поколения? И всрали туда поддержку первого Pencil'а? Блядь. Ну это вообще, это даже не ленивый подход, это какое-то вредительство, блядь. Выдайте, просто продолжите производить iPad 4-го поколения, Air. Вот это базовый 10 iPad. Че у вас жопа треснет, если вы так сделаете? И вот я сижу, смотрю на это и думаю, ну это звездец. А потом я открываю пресс-релиз с анонсом iPad Pro, нового поколения, с процессором M.2. Значит, смотрите, M.1 iPad'у ни хуй не нужен. Нет ни одной задачи, нет ни одного идиота, который бы купил процессор M.1 в iPad'е и говорил, вот теперь, вот теперь да, вот наконец-то я кайфанул. Они говорят iPad OS 16, она, кстати, 24 октября выходит, имейте в виду. Она, там теперь есть Stage Center, ты теперь можешь открывать окошки на iPad'е, как на MacBook'е, только не так удобно, потому что экранчик все равно маленький. И ты такой, а ты еще можешь к прошке купить, короче, клавиатуру и подключать внешний монитор, и будет вообще восторг, потому что будет как будто Mac OS. Б**ть, Apple, вот сейчас сфокусируйтесь, ты дешевле, проще, легче, сука, тоньше покупаешь MacBook Pro на том же б**дском процессоре M.2 и получаешь ровно то же самое. И только ты работаешь с нормальной клавиатурой, с нормальным экраном и с нормальной поддержкой внешних мониторов в б**ть нормальный Mac OS, а не вкастрированный iPad OS 16, где файлы через жопу и все остальное туда же. КОМУ ЭТО НАДО? ДЛЯ КОВО ЭТИ ПРОДУКТЫ? Ребята, Apple, б**ть, мне очень обидно, что вы творите какую-то адскую з**пу и х**у, потому что это невозможно, б**ть, нормально воспринимать. Это продукты, которые, б**ть, оторвались от мира. У вас есть процессор M.2, и вы не знаете, куда его сунуть, вы обновляете iPad, вы скажете, Валя, чё ты, б**ть, тут вообще возникаешь, чё ты, б**ть, кипишуешь? Ну, обновили iPad, ну, хорошо. Ну, были годы, когда Apple не обновляла поколениями iPad'ы. Посмотрите, какой разрыв между пятым и шестым миником. Сколько мы ждали новый Air. Вот это всё. Нет, iPad Pro тоже не каждый год, б**ть, обновлялся. Нет никакой фундаментальной причины выпускать iPad Pro на M.2. Нету задач для него. DaVinci? Что? Какой DaVinci? Ты что, наркоман? Вот такие у меня вопросы. Я вообще не понимаю, в чём проблема каждый б**ть, б**ть, выпускать новый продукт. Что, у вас жопа, опять же, отвалится. iPad Pro надо прям вот обязательно на самый новый процессор, iPhone 14. Вы сами пульнули себе в ногу. Вы и iPhone 14 не продаёте, и iPhone 13 страдает. И зачем этот манёвр был нужен? Кому это нахрен всралось? Вот такие вопросы. Я, конечно, понимаю, что Женя будет страдать и запикивать много мата, ну, б**ть, я не могу, потому что как по-другому на это реагировать. А дальше они приходят и говорят, смотри, Apple TV. Мы поставили туда свежий, а также A14 Bionic или A15 Bionic. В принципе, насрать, какой там Bionic. Но с Apple TV произошли приятные вещи. Во-первых, убрали активное охлаждение, потому что нахрен оно там нужно. И теперь есть две странные версии. Wi-Fi only и Wi-Fi плюс Ethernet. Значит, Wi-Fi only мы не берём никогда, потому что Wi-Fi в Apple TV это такое себе. Всегда подключаем Ethernet, чтобы 4K смотреть в счастье. И в целом чуть-чуть дропнули цену. В общем, Apple TV, вот это нормальная история. Опять же, предыдущее поколение было хрен знает когда, на хрен знает каком процессоре. Просто тебе выкатили, и в принципе всем плевать. Человек просто приходит и покупает свежий Apple TV. Он даже не знает, что там внутри. Просто вот набери. И это окей. И, наверное, с iPad'ами примерно та же самая логика. Ты просто приходишь в магазин и покупаешь всегда самый новый iPad. Но обидно до усрачки, что мы дожили до состояния, когда даже ивента нет. Понимаешь, никакого тебе предзаписанного кейнота. Тим Кук не вышел и не сказал. Hello, everybody. Он просто выложил пресс-релизы на сайте. И вообще все идет к тому, что новые продукты Apple нет смысла презентовывать. Там ничего нового. Просто тебе вот так вот хлбыщ. Смотри, новый iPad. Он такой же, как старый. Но он цветной. Мы же любим. Он цветной. И знаешь, что палитра ровно как у iPod Touch. Того самого переходного варианта, когда он стал цветным и нарядным. Вот это все. Потому что и красненький нравится, и синий, и желтый. Желтый, кстати, больше всего нравится. Самый прикольный цвет. И на самом деле тут интересная мысль прослеживается. Дело в том, что iPod Touch-то убили. Все, нету больше. Вообще iPod убили. Просто подорвали. Потому что нет смысла. Ну, реально, кому сегодня нужен iPod? И iPad 10-го поколения. Это новый iPod. Вот так вот. Новый iPod переродился в iPad. Могли бы, кстати, назвать его как-нибудь iPad iPod. Или iPod iPad. И как-нибудь выкрутиться. iPad iPod Edition. О! А, был бы ровно. Возьмите меня на полставки. Я буду вам название придумывать. Потому что если в следующем году выйдет iPhone 15 Ultra, я нахрен что-нибудь сломаю здесь. Вы поймите, я бомблю даже не потому, что просто. А потому что мне реально обидно. Вот я реально вижу, куда все это катится. Оно все стремительно летит в бездну херни. Потому что если ты не можешь придумать ничего нового, ну не делай. Ну продавай пару лет нормально iPod старый iPad. Или еще что-то. Ну как бы зачем? Ну и с iPhone тоже. Я, конечно, понимаю, что рынок и надо новый iPhone, чтобы все бежали, покупали. Но вы же сами видите, что вы сотворили херню. И я уверен, что в долгосрочной перспективе это жестко аукнется. Если сейчас все еще выгребают его, вы же ломаете вот этот кайф восприятия продукта Apple. Что это что-то должно каждый раз удивлять. Если оно не удивляет, пускай оно пару-тройку лет живет в том виде, в котором вы его сделали. Чтобы через три года все, какую вообще вы ништяк соорудили. И самое обидное, что, опять же, базовый iPad получил и клавиатурку, и тебе, пожалуйста, значит, эту замечательную камеру передвинули. Она, кстати, понятное дело, со всеми этими автофокусами, приколами, что следит за тобой, там, в зуме и так далее. Но если так продолжится, то мы все тут немножко охренеем. Потому что такие анонсы продуктов мне не нужны, и такие продукты в целом мне не нужны. Что такое iPad Pro на M2? Ни одного кейса, ни одного реального приложения, игр нет, ничего нет. Зачем-то это через костыль подключается к ПК. Чтобы что? Ну, то есть, кому? Зачем? Но при этом продукты сами все хорошие. И, конечно же, на следующей неделе это все худо-бедно выходит. И мы с вами обязательно их распакуем. Я более детально расскажу про какие-то юзкейсы, как этим можно пользоваться. Потому что iPad, несмотря на все, это один из моих любимых гаджетов. И единственная большая ошибка, не повторяйте ее. Я к своему iPad подключил клавиатуру, вот эту большую, красивую. И сразу нахуй пил всю магию. Потому что iPad превратился в недо-макбук. Кривой, косой и неудобный. Тяжелый, толстенный. Когда я это все выкинул и поставил обратно стандартную обложку фолио, снова стала моя пусечка, которую на живот кладешь. И вот так вот киношку смотришь. Кайф вообще. Запускаешь кинопоиск и балдеешь в полный рост. Потому что звук приятный. Экран мини-лет. Хрен с... Мини-лет! Поставьте мини-лет в маленькую прошку. В маленькую прошку мини-лет ставишь и все. Не только в большой, только плати. Фантастически всратое обновление. Ленивое до невозможности. Пандемийный год. Можно было прошлое простить этим ленивым апдейтом. Ну вот второй год к ряду выпускать вот так вот. Но это прям грустно. Надеюсь, надеюсь, что это все затишье перед бурей. И в следующем году нас порадуют каким-то фантастическим поколением. Что-нибудь красивое родят. Пока я огорчен. Давно я так не огорчался анонсом продуктов Apple. Хотя казалось бы. Вот такая у меня мысль. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Но еще раз, чтобы вы закрепили мысль. Это хорошие продукты. Если вы будете покупать iPad Pro, переходя с поколения 5-летней давности, если вообще в другом дизайне, просто охренеете. Если вы пользовались iPad 4, 5, 6 и купите 10-ый, вы тоже кайфанете. Но глобали во всей линейке – это какая-то херня. Спасибо. Пока.